Аплодисменты А что у меня? У меня в принципе то же самое, только без перегородок. Аплодисменты Иностранец ничего не понял. Ну, чтобы иностранцам нас понять, надо здесь пожить. У меня есть знакомая Ира, она вышла замуж за финского журналиста. И как гостеприимная хозяйка, всю новую финскую родню она пригласила к нам в гости на празднование Нового года. Ну, а поскольку финный журналист, он походу все записывал, привычка. И я когда почитал эти записи, я просто ахнул. Я говорю, или продай за большие деньги, или если ты мне друг, подари. Он говорит, ты что? Это нельзя читать для широкого круга. Я говорю, я буду читать это только дорогим друзьям. Дорогие друзья. Аплодисменты. Дневник финского туриста, который приехал к нам на новогодние праздники. 30 декабря мы ехали в Россию на русском поезде. Я сказал проводнице, что окно в моем купе слишком грязное. Она принесла мне тряпку. 31 декабря пили за встречу и провожали старый год. 1 января пили за новый. 2 января в России снова выходной. И было бы глупо не выпить. Поскольку 3 января день тоже не рабочий, то пили так, что я чуть не умер. 4 января лучше бы я умер 3. 5 не помню, потому что снова был выходной. 6 день очень похожий на 5. 7-го пили за Рождество. 8-го утром мы все вместе поехали кодировать от пьянства деверя сестры Василия. 8-го вечером мы начали это дело отмечать. Особенно Василий. Как оказалось, Новый год в России празднуют минимально до 13 января. А 13-го вечером снова отмечают старый. Я ничего не понял, но отметил вместе со всеми. 14-го я понял, что приехал не зря, так как мы с мужчинами поехали на рыбалку. Кстати, только в России ездить на рыбалку без удочек считается нормальным. Я съездил, понравилось. Кстати, там на рыбалке я спросил Василия, а твой брат Юра тоже рыбак? Он сказал, нет, он по бабам вообще не ходок. 15-го января я понял, какая мера выпивки в России самая страшная. Она называется грамулька. 16-го утром меня очень удивил Василий, который таблетку от головы запил стаканом водки. На мое удивление он ответил спокойно, желудок сам выберет главную. 17-го мы ездили на электричке за город в деревню на шашлыки, стоя 4 часа, так как все места были заняты. Кстати, только в России за место в электричке дряхлая бабулька насмерть может забить двух десантников. Своей неподъемной сумочкой на колесиках. Со словами я всегда здесь сидюю. 18-го мне надо было съездить в Тверь к одному финскому коллеге. Поскольку справочная на автовокзале не работала, то я подошел к водителю рейсового автобуса до Твери, который в это время корректировал сигнал поворотника при помощи молотка и зубильника. Я задал ему ряд вопросов, которые мне как пассажиру были очень важны. Сколько ехать до Твери в часах и километрах? Есть ли кондиционер и биотуалет в салоне? Есть ли комната отдыха со свежей прессой? А также возможность подключения интернета в режиме Wi-Fi? Еще я хотел выяснить, какая будет скидка, если я куплю билеты до Твери туда и обратно, здесь же у водителя. Я очень удивился, когда на такое количество вопросов он ответил всего тремя словами. И поскольку я эти слова уже знал, то в Тверь я не решил не ехать вообще. И поменял направление туда, куда мне сказал водитель. В 19-го нам устроили отвальную. Лично я отвалился так, что мне потом три раза меняли обратные билеты. Так что 20-е, 21-е, 22-е я не помню вообще. Помню, что за это время я приобрел в России очень много новых друзей. И если вы думаете, что в этом помогает только спиртное, вы очень ошибаетесь. Кстати, если вы живете в России и потеряли связь с родственниками и друзьями, купите дом на юге, на Черном море. И в первое же лето найдутся все ваши родственники и друзья, и даже дальние друзья ваших друзей. И отдыхайте, отдыхайте и отдыхайте. Хорошего вам отдыха, друзья! Возле нашего села опять фура навернулась. Груженая. С моста в реку. Ну, у моста опора подломилась. Ну, как ей не подломиться, если мы ее регулярно подпиливаем? Серьезно, у нас в селе и макароны, и сапоги, и DVD-плееры. Все из речки. Все из речки. И корреспондент приезжал, спрашивал, как выживаете в условиях кризиса? Говорю, как, как? Нас река кормит. У него такие глаза, говорит, рыбу ловите? Я говорю, ловим. Фуры. Слушай, он с дуру в газете так и написал, фуры, это такие рыбы. Лет пять назад началось, помню, у нас машина с мобильными телефонами упала. Слушай, у нас в деревне этих мобильников отродясь не было. А тут у каждого по восемь штук. По два телефона в кармане. Кровом вместо украшений на шею вешали. Так бабки все с блютусами. Мужья с женами без мобильников вообще не разговаривали. Вот в метре будет стоять, а все равно телефон около уха держится. Чего, чего. Месяц побаловались, выбросили. Связи-то у нас все равно нет. Потом помню машину с женскими босоножками на каблуках. О, ну, понятно, размеры, что побольше. Мужики разобрали. Остальное бабы. И в выходной день по центральной дороге вся деревня в одинаковых босоножках. Грязи по коленам. Куда там идут навстречу друг к дружке? Умереть не встать. Наша деревенская. А эту машину с вином помнишь в прошлом сентябре? Ну, это вообще. Почти все бутылки не разбились. Председатель говорит, делаем перерыв в уборочной на три дня. И когда он через три дня очнулся, в феврале месяце, снега по грудь, он говорит, ну че, пора урожай убирать. А машина с ноутбуками когда упала, слушай, я не знал, что ноутбуки, такая нужная штука полезная. Ой. Знаешь, мне один достался, вот такой тонкий. Слушай, какая штука полезная. У меня в хате стол лет 20 шатался. Я тебе говорю, я и ножки подпиливал. Я резинки припел. Ничего не помогает. Я этот ноутбук под ножку засунул. Стал мертвым. Вообще, я не что-то гнется. Потом, как нарочно, знаешь, две ночи подряд фура с макаронами, фура с копченой колбасой. И вся деревня восемь раз в день колбаса-макароны. Макароны-колбаса. Целый месяц. Колбаса-макароны. Макароны-колбаса. И тут, представляешь, падает машина с этими купальниками женскими на веревках. Как они называются-то эти? Бикини? Да не, не бикини. Стринг? На веревок. Стринг его. И, представляешь, около речки все наши бабки. Бегемота в стрингах, видела? А тут целая стая. А еще, когда машина с милицейской формой упала, ну, это был праздник. Кителя, шинели, сапоги, погоны, фрешки. Все, все. И представь вот себе, представь себе, ночью фура с милицейской формы упала. А с утра вся деревня наша служба и опасна и трудна. И на первый взгляд как будто не видна бабки все не ниже майора. мужики, полковники, подполковники, а Серега алкаш, генерал. Четыре судимости, начальник милиции. Ну, что, день держались, вечер напились, драку устроили, слушай, кто-то участкового вызвал? Тот приехал, с ним чуть не инфаркт. Целая деревня пьяных милиционеров. Генерал в луже сидит. Он говорит, товарищ генерал, прошу послать меня в горячую точку. Кто-то его в долю секунды послал. Ребята, а сегодня какая-то фура кувырнулась. То ли декорации везли для фильма ужасов, то ли гуманитарную помощь в психушку, то ли игрушки для детского сада. Серьезно, я свою коробку открыл, ахнул. Представляешь, у меня в коробке это надувная кукла. Я сыну говорю, что написано? По-английски прочитал. О, он одно слово перевел, надуть. Мы с кумом компрессор подсоединили. Ну что, у комбайна колеса надували? И через пять минут у меня над огородом здоровенная трехметровая баба. Рот открыт, что сказать хочет, непонятно. Я еще подумал, как ребенок с такой играть-то будет. Он говорит, это памятник колхознице. Как символ плодородия. Я говорю, что рот открыт? Он говорит, просит о помощи. Я говорю, нет, это, наверное, пугало для огородных вредителей. Еще интересно, что все наши бабы с утра ходят по деревне счастливые, рот до ушей, что у них в коробках не говорят. Толик пошел, наш бизнесмен-то, фермер, предприниматель. Кредитов в банке набрал, повеситься не дадут. Толик, ты куда бежишь? Опять машина кувырнулась. Что там? Что? Сероксы? А это что, едят или чего делать-то? Деньги печатать. Скажи, чтобы мне один серок тоже отставили. Все, ребята, с сегодняшнего дня хватит мост подпиливать. Мы теперь столько денег напечатаем, нам никакой кризис не грозит. Давай за мной, сероксы. Спасибо.